Давайте я попробую. Во-первых, я думаю, что вы работаете в RStudio, правильно? Да, мы уже скачали RStudio. Скачали RStudio, отлично. Значит, давайте я тоже запущу RStudio, точнее, я уже запустил. Точнее, она у меня всегда запущена. Я задам вопрос. Давайте. Мы на юпитере, и вроде я видела, что у вас в Корнеллах есть R. Да. Можно ли работать в R в юпитере? В юпитере это удобно, и почему мы так не делаем? Я, честно говоря, я как-то по привычке работаю в юпитере с питоном, а в R в RStudio. Можно работать в R. Собственно говоря, юпитер изначально создавался, юпитер расшифровывается как Julia Python R. Изначально он создавался именно как такой кросс-языковый проект. И, в принципе, работать в R в нем можно. Но, как-то, мне кажется, люди обычно работают именно в RStudio. Когда-то давно поставить аровский кернелл в юпитер было сложно. Сейчас, кажется, это упростилось. Но я с тех пор особенно с этим делом не заморачивался. Я обычно использую RStudio. Окей, хорошо. Спасибо. Смотрите, давайте посмотрим на эту штуку. Когда вы просто запускаете R, у вас, скорее всего, экран может выглядеть, например, как-нибудь вот так. И здесь у вас есть консоль, в которой вы можете набирать команды, и R их автоматически выполняет. Но если вы хотите написать что-то более сложное, то вам нужно создать какой-нибудь файл. И можно создавать файлы разных типов. Можно просто создать R-скрипт. Это просто какой-то файл, в котором вы можете писать какой-то код и дальше выполнять этот код в консоли. Ну, давайте я что-нибудь сейчас сделаю. Значит, я могу сейчас это выполнить. Вот я сейчас нажал. Интересно, что я сейчас нажал. Я нажал Shift-Command-Enter у меня под Mac. У вас, может быть, под Windows может быть использоваться какая-то другая комбинация клавиш. Ну, вот просто нажать на кнопку Run, запускать текущую строчку из этого скрипта. Вот это что за кнопка такая? Не знаю. Короче говоря, можно запускать весь скрипт целиком. Или можно выделить, например, весь скрипт и нажать Run. И он тогда запустит тоже все строчки. Ну, видно, что он их просто переносит вот сюда в консоль и запускает по очереди. В R-студии есть еще такая полезная штука. Видите, он вот здесь показывает то, что называется environment. Это он показывает здесь значение всех переменных, которые у вас сейчас определены. Вот видно, что у меня в данный момент в текущей сессии определен X, Y. Ну, у меня здесь много чего еще определено, просто потому что я R-студию никогда не закрываю. И здесь у меня перемешаны результаты работы над разными проектами. Ну, в общем, как-то так это все устроено. Но мне больше всего после Юпитера больше всего нравится работать в режиме R-ноутбук. Значит, это вот такой документик создается. Он очень похож на юпитеровские эти самые тетрадки. Но есть некоторые различия. В частности, если смотреть просто на этот документ как таково, это просто текстовый файл, грубо говоря. Здесь для того, чтобы писать какие-то просто комментарии, используется разметка Markdown. Она же поддерживается в Юпитере. Ничего серьезного про нее знать не нужно, кроме того, что здесь можно писать текст со всякими выделениями. Например, вот такая штука выделяет текст курсивом. А вот так можно создавать ссылки. Вот так можно создавать заголовки. Но самое главное, что вы можете вставлять сюда вот такие вот, они называются chunks. И это кусочки кода, которые прям тут же можно выполнять. Значит, ну вот давайте я тоже сделаю что-нибудь. Допустим, вот такую штуку. И опять же можно выполнить этот chunk. Можно нажать вот на эту кнопочку. Можно нажать Ctrl. У меня это Command-Shift-Enter, а у вас может быть Ctrl-Shift-Enter или Alt-Shift-Enter. И этот chunk выполняется, и тут же выводится ответ. В целом мне эта модель нравится. Мне нравится тем, что это частный текстовый файл получается в результате, не какой-то там хитрый JSON. Ну, есть какие-то свои недостатки. В общем, короче говоря, для того, чтобы добавить chunk, можно использовать только какую-то комбинацию клавиш, или можно использовать вот такую штуку, или можно использовать, ну вот у меня здесь написано, видите, он сразу же в исходном документе, здесь есть подсказка, что добавлять chunk можно с помощью, у меня это Command-Option, и да, вот так вроде работает. Значит, добавляется вот это самое место, куда можно вписать код. Ну, давайте я действительно буду дальше все показывать в этом самом ноутбуке, потому что таким образом автоматически остается конспект. Можно писать по-русски, никто не запрещает. Вот. Как работает ли у вас все это дело? Значит, иногда, точнее даже, по-моему, всегда, при создании нового R-ноутбука он начинает просить установить какие-нибудь пакеты. Тут с ним нужно не спорить, а согласиться, потому что иначе не зарабатывает R-ноутбук. Значит, с установкой пакетов бывает по-разному. Наверное, примерно в 10% случаях, если вы работаете под Windows, то у вас пакет откажется устанавливаться, потому что чего-то там не то с правами на запись в какой-нибудь там каталог. Значит, я это умею решать, но я не умею выдавать инструкции, как это решать, потому что это всегда какое-то приключение. Нужно что-то там поправить в реестре, чего-то там, где-то там, создать какой-нибудь каталог. Короче говоря, если у вас возникает проблема с установкой пакетов в R, просто скажите мне об этом, и мы с вами вместе поводимся с этим. Вот. Ну, если сейчас вдруг не удается запустить вот эту самую штуку, то вы можете сделать просто, сделать новый R-скрипт и работать здесь в R-скрипте. Будет примерно то же самое, только не так красиво. Окей? Хорошо. Смотрите, значит, дальше. Значит, R такой же язык программирования, как Python. Ну, то есть, это, конечно, другой, не такой, как Python, но это тоже вполне полноценный язык программирования, у которого есть свои преимущества и недостатки. Ну, давайте немножко пройдемся по синтаксису R, и можно будет параллельно сравнивать его с Python. Значит, в R, как и в Python, есть переменные, и, в отличие от Python, в R есть несколько способов, так сказать, несколько синтактических способов присваивать переменным значениям. И, кажется, самым каноническим является вот такой, использовать вот такие вот стрелочки для того, чтобы поместить переменные, значит, значения в переменные. Ну, вот дальше можно проверить, что действительно. Как видите, я вот здесь присвоил переменным значения, а тут я могу их использовать. Можно, в принципе, использовать просто знак равенства, но как-то в R считается, что, по крайней мере, в тех руководствах по стилю, которые я видел, считается, что это неправильно. Так, а что он не работает? Теперь работает. Со стрелочками есть забавная история. Стрелочку, в отличие от знака равенства, стрелочку можно направлять в разные стороны, поэтому можно сделать вот так. И это тоже сработает. Вот, иногда так бывает полезно, когда вы делаете какое-то длинное выражение, а потом говорите, а теперь запишу это выражение в переменную. Вот, значит, мы будем, я буду стараться использовать вот такой вот синтаксис, а время от времени я буду забываться и писать вот так, потому что питоновские привычки и дают о себе знать. Вот, значит, можно набрать эту стрелочку быстро с помощью какой-то комбинации клавиш. Ой, нет, это не та комбинация клавиш. Ой, что-то я не то сделал. Короче, я не помню, с помощью какой комбинации клавиш это делается у меня под маком, и всегда стрелочку набираю вот так. Но есть какая-то комбинация. Может быть, она у меня не работает по какой-то причине. Вот, ну ладно. Давайте поговорим про типы данных в ARM. Значит, во-первых, как вы помните, в питоне есть разные типы данных для чисел. В ARM, сдается мне, что нет разных типов данных для чисел. Не погружался сильно подробно в то, как оно там внутри устроено. Но, по крайней мере, в явной форме не различает числа с плавающей точкой и целые числа. А мы можем вопрос задать? Можно задать глупый вопрос? Да, давайте. Вот этот вот кусочек с тремя апострофами или типа того, и ARM в скобочке. Вот как это называется? Как его вставить? И так далее. Значит, эта штука называется чанг. Это кусочек фрагмента кода. Значит, ну вот смотрите, видите, вот я сейчас подвел курсор кнопки insert, и он мне подсказывает комбинацию клавиш, с помощью которой я могу этот чанг вставить. Значит, ну, теоретически можно просто честно написать три обратных апострофа. Они, как правило, на клавиатуре находятся слева наверху под кнопкой escape. там, где буква Ё в русской раскладке. И дальше честно в фигурных скобках написать R. R здесь означает, что это R-овский код дальше пойдет, потому что на самом деле R-студию тоже можно использовать для того, чтобы использовать другие языки программирования. Можно и Python использовать, например. А я могу комбинировать чанги питона и R? Прямо вот совсем, значит, ну, прям совсем комбинировать-комбинировать кажется нет в том смысле, что все-таки питоновские объекты и R-овские объекты, видите, это разные штуки. Но, в принципе, вы можете в одном документе использовать код и тот, и другой, но просто нужно как-то по-хитрому обращаться. То есть, если вы хотите использовать одни и те же переменные, к ним как-то нужно по-хитрому обращаться. Я, честно говоря, сейчас не помню как, но давайте я посмотрю. Значит, есть ли какой-то простой способ это делать? access python code from R. Может быть, и нельзя. Ну, то есть, совершенно точно вы можете считать файл. А, вот, я понял, как это делается. Смотрите. Нет, нет такого. Почему нет? Наверное, нужно было мюллетечку подключить. Да, вот, смотрите. Можно комбинировать вот так. Значит, после того, как я подключил эту библиотечку reticulate, я теперь могу создавать объект в питоне и получать к ним доступ из R вот таким образом. Видите, я создал питоновский список, и вот здесь у меня есть доступ к нему из R. Ну, вообще, конечно, интересно. Сейчас дайте посмотрим, что из этого получится. А если я сделаю вот такой вот список, что он мне скажет? Понятно, он его в лист сконвертировал. Ну, ладно. Понятно, что языки разные, поэтому тут могут возникнуть какие-то трудности с трудностью перевода. Вот. Но, в общем, при необходимости можно комбинировать. Ну, давайте продолжим с R. Значит, давайте поговорим еще про всякие данные, про структуру данных в R. Значит, про числа я сказал. Числа бывают такими и сякими, и R не различает целые и вещественные. Более того, R мало того, что он не различает целые числа и не целые, он еще много чего не различает. Например, вот в R есть такая штука, которая называется вектор. Значит, вектор – это что-то похожее на бетоновский список, но не такое. Давайте я создам какой-нибудь вектор. Даже два вектора. Значит, вот эта буква C означает, что она возникает от слова concatenate, сконкатинировать, и она используется в том числе для того, чтобы создать новый вектор. Значит, вот то, что мы сейчас сделали, называется вектором. В X и в Y лежат векторы, и можно обращаться к их элементам. Значит, это делается похоже на то, как это делается в питоне, но с важным отличием в R нумерация элементов происходит с нуля. Не с нуля, а с единицы. В питоне с нуля, в питоне X от двойки был бы вот этим числом 30. А в R нумерация с единиц. Но, в принципе, R-овские векторы в какой-то мере похожи на питоновские списки. Значит, что еще полезно знать? Значит, полезно знать то, что в отличие от питоновских списков, R-овские векторы однородны. То есть, если у вас есть разные типы данных в векторе, то R автоматически пытается их сконвертировать к такому типу, к которому можно сконвертировать все элементы. Вот в данном случае у меня, видите, было число-число строка, и он мне автоматически сконвертировал все в строки, ну, потому что превратить число в строку можно, а вот такую строку в число нельзя. Дальше есть всякие разные другие различия в том, как R ведет себя с векторами по сравнению с питоновскими списками. Вот, например, я создал два вектора. Как вы думаете, что такое x плюс y? Значит, в питоне это была бы конкатенация, но в R для конкатенации используется буква c, а все операции с векторами происходят поэлементно. Значит, можно поэлементно умножать. Видите, я умножил 2 на все элементы x, получил вот такой новый вектор. Можно, не знаю, возводить в степени, в общем, все что угодно. Это иногда бывает очень полезно. Вообще, R очень забавен в том, что он не различает... Вот, смотрите. Вот я вроде как создал... У меня сейчас в x лежит просто одно число, но на самом деле это то же самое, что вектор, который состоит из этого единственного числа. Видите? R на самом деле не отличает одинок стоящий элемент от вектора, единственным элементом которого является вот эта самая штука. То есть число 10 и вектор, состоящий из числа 10, это одно и то же. Тут, возможно, у вас когда-то был вопрос, что означает вот это вот число 1. Теперь я могу на него ответить. Давайте сгенерируем какой-нибудь длинный вектор. Давайте, например, возьмем последовательные числа. От 10 до 1000. И теперь можно догадаться, что означают вот эти числа. Как вы думаете? Что за числа в квадратной скобках такие? Хорошо, давайте сгенерируем последовательность вот такую. Теперь должна быть совсем понятна. Тут, получается, повторяется, с какого числа начинается строка. Ну, в этом случае, да. С какого порядка номер начинается. Да, ну вот на самом деле я мог бы начать не соединиться, а с 10. И это просто индекс вот этого элемента. У меня длинный вектор. И вот это число – это индекс вот этого элемента. Первого элемента в этой строке. Вот. Просто, ну, как бы, в книжках пишут номер страницы на каждой странице. А здесь пишут, с какого элемента начинается строка на каждой строке. Вот. Это только элементы отображения. То есть, как бы, просто разработчики R решили, что будет полезно, если вы сможете быстро понимать, какой номер вот у этого элемента. Просто взять вот это вот и посчитать, сколько здесь, сколько раз нужно сдвинуться вправо. Вот. Хорошо, давайте еще немножко про векторы поговорим. Значит, ну, вот у меня есть какой-то вектор. И есть разные способы выбирать данные из этого вектора. Ну, значит, первый способ мы уже знаем – вот такой. Можно просто выбрать элемент с данным индексом. Дальше. Если я хочу несколько элементов, это можно сделать вот так. Это похоже на питоновский синтаксис со срезами. Сразу видно различие. Смотрите. Значит, в отличие от питона, здесь мало того, что номерается с единицей, так еще и последний элемент включается. Значит, вот я сказал, что я хочу элементы с индексами 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Вот элемент с индексом 5 тоже включен. Вот у нас 154. Значит, работает это не совсем так, как в питоне. В питоне срезы – это некоторая отдельная конструкция языка. А здесь это частный случай вот такой штуки. Смотрите. Во-первых, если я просто напишу 2, 2, 5, то я получу вектор, который состоит из целых чисел. Теперь, если я индексирую вектор с помощью другого вектора, то я таким образом говорю, что мне нужно выбрать элементы из вектора x с вот такими индексами. И таким образом, вот эта штука – это просто частный случай применения двух предыдущих правил. Значит, вот эта штука создает вектор 2, 3, 4, 5. А вот эта штука, значит, квадратные скобки, после этого, в которые подставили этот вектор, просто выбирает элементы с этими индексами. Есть еще одна забавная штука. В R, если вы подставляете индекс отрицательный, то это означает, что соответствующий элемент не включается. Например, вот так я могу выкинуть из массива, выкинуть два элемента. Элемент с индексом 2 и элемент с индексом 3. Вот. Давайте еще про один способ выбирать элемент из векторов скажу, потому что он полезен и, скорее всего, вам будет точно встречаться. Смотрите. Значит, вот у меня был какой-то вектор x. И, допустим, я хочу из этого вектора x выбрать элементы, которые удовлетворяют какому-нибудь условию. Например, я хочу выбрать все элементы, скажем, больше 100. Ну, окей, давайте начнем просто. Все элементы больше 100. Это можно сделать таким образом. Давайте я даже сделаю чуть-чуть другой вектор x, чтобы не возникало ложных предположений. Пусть у меня здесь есть еще какой-нибудь элемент. Как можно выбрать элементы, которые больше 100? Вот так. Значит, я могу здесь в квадратных скобках выписать условия, которому должны удовлетворять мои элементы, чтобы быть включенными в новый вектор. Давайте посмотрим, как эта штука работает. Это, на самом деле, очень забавная вещь. Во-первых, как вы думаете, что такое результат выполнения вот такой операции? Где x – это вектор. Покажут те, которые будут. Судя по всему, должно быть индексы тех, которые больше 100. Ну, да, могло бы быть так, но не совсем. Смотрите, все арифметические операции в r с вектором делаются поэлементам. Если я скажу x плюс 2, то это означает, что к каждому элементу нужно прибавить 2 и из того, что получилось, собрать новый вектор. Операция сравнения – это тоже арифметическая операция. Результатом этой арифметической операции являются либо истина, либо ложь. В r в этом смысле все происходит примерно так же, как в Python. И поскольку эта штука выполняется поэлементам, то в результате мы получаем вектор, элементами которого являются false и true – булевские значения. В r они пишутся всеми большими буквами, в Python только большие буквы. И теперь оказывается, что если вы используете в качестве индексов, используете вектор, состоящий из булевских значений, то происходит такая штука. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Посмотрите, у меня был x вот такой. И я в качестве моего индексатора сейчас использую не вектор, который состоит из чисел, а вектор, который состоит из булевских значений. Что делает этот индексатор? Он запихивает в новый получающийся вектор те элементы, которые как бы стоят напротив вот этих true. Видите, он взял вот это 20, оно второй элемент. Здесь на втором месте стоит true, а на первом месте стоит false. Поэтому вот эту десятку он не взял. И так далее. Вот, например, вот это 156 он взял, потому что здесь стоит true. Ну, и теперь должно быть понятно, как вот эта штука работает. Как? Понятно? Значит, у вас сначала выполняется вот эта вещь, которая генерирует вектор из true и false, а потом те элементы, которым соответствует true, то есть для которых выполняются вот это условие, они запихиваются в новый вектор. Скажите что-нибудь. Да, все понятно. Понятно, да? Хорошо. Мы просто чуть-чуть медленнее, чем вы. Нет, я поэтому специально оставляю паузу, чтобы вы могли набрать, осознать и так далее. А раз уж мы начали обсуждать условия. Если, например, я хочу несколько условий. Тут есть функции, которые булевые алгебры, которые n? Да, да, все, конечно, есть. Чтоб я только помнил, как. Вроде бы вот так работает. Кажется, так не работает. И так не работает. Да, видимо, вот так вот. Значит, амперсант – это и, палочка – это или. Отрицание. Интересно, как делается отрицание? Я думаю, скольным знакомо оно делается. Ну, да. Да, вроде так. А или? Или палочка вертикальная. Хорошо, спасибо. Значит, допустим, я хочу те элементы, которые меньше 10 или больше 100. Нет, элементы меньше 10. Вот. Элементы меньше 20 или больше 100. Так работает. Вот. На самом деле, пафос всех вот этих операций, вот такого типа, состоит в том, что мы хотим по возможности избегать циклов. Дело в том, что циклы в таких языках программирования, как Python или R, это довольно медленная конструкция. Потому что сами эти языки довольно медленные. А вот такие операции, когда вы компактно описываете, что вы хотите от компьютера, они довольно быстрые, потому что их можно эффективно передать соответствующему коду, который написан на низкоуровневом языке, например, на C. И там это все выполнится гораздо быстрее. Поэтому люди придумывают всякие вот такие конструкции. Понятно, что мы могли бы сделать то же самое просто с помощью цикла for, if и так далее. В R все это тоже есть. Но вместо того, чтобы использовать эти инструменты, правильнее использовать вот такие штуки. Всегда, когда это возможно. Про вектор я, по-моему, рассказал все, что хотел рассказать. Вектор является основным, пожалуй, строительным кирпичиком в R. Очень часто вы получаете на вход какой-то вектор или генерируете какой-то вектор. Да, вот давайте еще одну штуку скажу. Смотрите, как вы думаете, что получится, если я сделаю вот такую вещь? Что такое вот такая штука? Наверное, то же самое, что сложить списки в питоне? А вот нет. Дело в том, что аровские векторы – штука, которая не бывает вложенной. То есть элементами вектора являются просто числы или просто строки. Но, например, вектор не может быть элементом вектора. Поэтому, на самом деле, вот эта штука – это просто… То есть вот такая штука, она сильно, несмотря на то, что хочется сказать, что C – это что-то похожее на квадратные скобки в питоне, которые генерируют список. Вот оказывается, что нет, это работает не так. А именно C – это все-таки именно операция конкатенации. То есть представьте себе, что поскольку у вас одиночные вот такие элементы – это то же самое, что векторы, то вот эта C сконкатинировала вот такой вектор с вот таким вектором, эта C сконкатинировала такой вектор с таким вектором, теперь у нас есть два вектора длины 2, и мы их тоже конкатинируем. И получается вектор длины 4. И никакого способа запихнуть внутрь вектора что-то более сложное здесь нет. Но понятно, что потребность такая есть, и поэтому кроме векторов в R есть отдельный тип данных, который называется list. list – это такая коллекция элементов, которые никак не связаны друг с другом. На самом деле, если говорить про питоновские списки, то питоновский список в какой-то мере похож на аровский лист, хотя есть и некоторые различия. Ну вот если я просто создал вот такой вот списочек, то он действительно ужасно похож на питоновский. У нас есть отдельные элементы, которые живут как бы сами по себе, никакой друг с другом не взаимодействуют, и они могут быть разных типов. Значит, если я хочу обратиться к какому-то элементу, то мне нужно использовать уже не одинарные квадратные скобки, а двойные квадратные скобки. Вот, например, вот так можно сделать. Я, наверное, сейчас не буду сильно подробно углубляться в эти самые листы. Скажу только, что листы могут быть как угодно сложно. В частности, элементами листов могут быть другие листы. Например, можно сделать что-нибудь такое странненькое. Вот у меня сейчас создан лист, у которого три элемента. Первый элемент – это тоже лист, который состоит из двух элементов. Второй элемент в моем листе – это вектор. Ответь элемент – это просто строка. Ну, вот такое бывает. Вот. Давайте теперь поговорим про что-нибудь совсем практическое. Давайте поговорим про основную структуру, которая вам сейчас будет нужна. А именно эта штука, которая называется DataFrame. Значит, давайте создадим какой-нибудь DataFrame. А. А. В R точка не является специальным символом и в идентификаторах часто используется вместо нижнего подчеркивания для того, чтобы просто разделить разные слова. Так что пусть вас эта точка не смущает. Тут нет никакой связи с питоном. Она просто выполняет функцию нижнего подчеркивания. Вот смотрите, получили мы такую табличку. Здесь написано, что когда я ее создавал, я создал табличку с тремя столбцами. Столбец X, столбец Y и столбец Q. Разные столбцы могут иметь разный смысл, могут быть разными типами данных. В частности, у меня здесь X и Y – это столбцы, как следует вот здесь, из просто вещественных чисел. Здесь написано DBL, это сокращение от слова double, числа двойной точности. Столбец Q, видите, он у меня создался. Он имеет специальный тип фактор. Сейчас мы про факторы еще поговорим немножко. В общем, DataFrame – это просто табличка. Ну, окей, табличка была еще такими свойствами, что у нее столбцы обязательно однородны по типу. Ну, как бы вообще в этой науке есть такое разделение. У нас строчка – это считается каким-то наблюдением, каким-то объектом, по которому у нас есть данные, допустим, человек или страна или еще что-нибудь. А столбцы – это какие-то переменные, какие-то характеристики этого объекта. Соответственно, понятно, что если столбец это переменная, то у него должен быть фиксированный тип. Ну, давайте посмотрим, что можно делать с этим DataFrame. Значит, можно обращаться к его столбцам. Делается это с помощью такого синтаксиса. Значит, нужно написать доллар, а потом написать название столбца. На самом деле, это распространенный способ обращаться к элементам в R. В частности, к элементам списков тоже так можно обращаться, если они имеют имена. Ну, вот давайте посмотрим, как это происходит при работе с DataFrame. Значит, результатом вот такого обращения к столбцу оказывается вектор. Каждый столбец – это вектор. Значит, вот я посмотрел на столбец Q. Тут отдельная история, я забыл про это сказать. Значит, столбец Q, изначально он был создан просто как вектор, состоящий из строк. Но на самом деле в R есть отдельный тип данных, который называется factor, который нужен для того, чтобы создавать так называемые категориальные переменные. Ну, вот как в этой науке, в смысле в науке, связанной с данными, разделяют данные разных типов. Бывают данные, которые просто числовые, скажем, возраст или рост, или еще что-нибудь в этом роде. А бывают данные, которые называются категориальными. Ну, например, вы записываете, там, из какого города человек или, там, из какого вуза. И категориальные данные, ну, с ними всегда есть какие-то трудности, потому что математика работает с числами, а что делать с вашими городами или вузами, не очень понятно. Но, по крайней мере, есть способы, как можно хранить эти категориальные данные. В частности, в R вы можете из списка, там, из вектора, состоящего из строк, создать штук, который называется factor. Значит, делать это вот так, например. Ну, давайте какие-нибудь города. Вообще, конвертирование типов данных из одних в другие делается в A с помощью вот таких функций, которые начинаются с S. То есть, как бы, мы говорим, что нам нужно воспринимать вот этот вектор как такой-то тип данных. Вот в данном случае он воспринимается как, значит, factor. Что это означает? В частности, это означает, что он автоматически выделяет, какие значения здесь, в принципе, есть. Эти значения называются уровнями, levels. Ну, вот видно, что вот в том факторе, который я создал, три уровня. Москва, Нью-Йорк, Санкт-Петербург. Ну, и дальше с этими факторами важно что-то делать. Только тут нужно быть осторожным, потому что... Вот, допустим, что у вас получилась вот такая штука. Смотрите. Вот. 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 Если у меня есть вектор, который состоит из чисел, я хочу эти числа превратить... Нет, давайте не так. Давайте, наоборот. Вектор, который состоит из вот таких вот строчек, в эти строчки записаны числа. Значит, если я хочу превратить этот вектор в вектор, который состоит из настоящих чисел, мне достаточно сказать вот такую штуку. из нюмерик v. Получается частный вектор 10, 20, 30. А теперь давайте представим себе, что у меня был вектор, который выглядит очень похожим образом, но только он является фактором. Значит, у него есть уровни 10, 20, 30. Давайте я теперь... Давайте даже я здесь тоже поставлю кавычки. Вот так сделаем. А можно вопрос задать? Давайте. А почему-то, когда в таблице выводили столбик Q, у меня и у Нади не получилось. Levels он тоже вывел в кавычках три слова. А вот когда с новой переменной, с фактором Levels получилось. Почему так? А у меня так же. Это может зависеть от того, какие... Хороший вопрос. Не знаю. Это может зависеть либо от версии R, либо от каких-нибудь библиотек, либо не знаю от чего. У меня он почему-то автоматически скандатировал в фактор. Нужно смотреть в каждой ситуации отдельно. Особенно при загрузке из файлов. Есть функции, которые нужны для того, чтобы загружать данные из файлов, допустим, из CSV. И похожие функции, которые это делают, могут ведь делать действие по-разному. Почему при создании вот так вот отсюда он это тоже воспринимает по-разному, я не знаю. Вот. Ну вот смотрите. Значит, вот у меня есть... Давайте я даже еще что-нибудь сделаю. Вот так. Значит, вот у меня есть какой-то... Давайте верну. Значит, какая-то переменная, которую я объявил фактором, и в ней содержится что-то, что называется 10, 20, 30. Некоторые уровни. Давайте посмотрим, что теперь будет, если я превращу это в numeric. Ну, давайте, чтобы у вас не возникало ощущения, что он просто делит на 10, давайте я сделаю вот так. Дело в том, что внутри R хранит... Значит, вот если он хранит список строчек, то это список строчек. В каждой ячейке реально лежит по строке. А если он сконвертировал это в levels, если он сконвертировал это в фактор, то он просто хранит номера вот этих уровней. И когда вы превращаете это дело в numeric, он просто восстанавливает номер каждого из уровней. Видите? 1, 3, 2. Поэтому если бы вы хотели бы вот из такого фактора сделать честные числа, вам пришлось бы сделать вот так. А с numeric... Значит, сначала вам нужно было превратить этот фактор в вектор из строчек, а потом его превратить в numeric. Ну, это просто такое тонкое место, на котором я время от времени ловлю себя. Смотрю, что-то у меня ерунда какая-то написана. Потом вспоминаю, что... А, ну да, нужно же было сначала в character превратить, а только потом в numeric. Вот. Давайте мы вернемся к DataFrame. Давайте что-нибудь сделаем с этим DataFrame, но не с этим. Давайте какой-нибудь настоящий DataFrame загрузим. Чего-нибудь с ним сделаем. Какой бы DataFrame вам найти? Сейчас какой-нибудь вам найду в DataFrame. Ну да. Да. Ну, давайте. Это, видимо, у вас, видимо, какие-то акции Apple. Табличка с акциями Apple. Давайте на нее посмотрим. Да, ну ладно, сойдет. Давайте возьмем вашу табличку с акциями Apple. Значит, мне ее тогда нужно будет сохранить куда-то. Я, видимо, уже куда-то сохранил. Понять бы еще куда. Showing Finder Downloads. Значит, давайте загрузим ее. Смотрите, вы можете сделать одно из двух. Либо вам нужно указать полный путь к тому файлу, с которым вы работаете, с указанием каталога, номера, имени диска и так далее. И тут, кстати, может возникнуть проблема, если вы работаете под Windows. Нужно иметь в виду, что, скорее всего, вам нужно будет обратный слыши в путях писать, как двойный обратный слыши. Либо вы можете просто поместить этот файл в тот кислород, в котором вы сейчас работаете. Проверить, где вы сейчас работаете, можно, чтобы я помнил, как, getCVD, по-моему. Сейчас пойму. Не просто getCVD. Точно, getCVD, да. Да. Вот. Значит, можете положить этот файл, эту CSV-шку в этот каталог. И дальше можно тогда ее открывать просто вот так вот. Если что, очень удобно. Если на маках, то сверху есть такая кнопочка session, вот когда совсем наверх. Там session, и потом тыкаем на set working directory. Да, да. А потом choose directory и указываем типа папку, в которой у нас уже файл. И можно просто типа название файлов. Можно ввести просто setVD и название папки. Можно так, можно так. А еще он отображает вот текущие файлы, с которыми мы сейчас можем работать. Они вот здесь. Значит, это вот то, где мы сейчас находимся. И тут можно что-то делать с этими файлами. Интересно. Тут он не перешел. Ну, ладно. Вот. В общем, после того, как вы скачали этот data frame, можно на него полюбоваться. Значит, вот он. Смотрите, что у меня сейчас произошло. Он открыл эту табличку. Значит, эта табличка в формате comma-separated-values, это просто, на самом деле, если мы откроем этот файл, его можно открыть просто глазками на него посмотреть. Значит, это просто текстовый файл, в котором лежат, ну, вот он так вот устроен, просто запятыми разделены отдельные поля, и поэтому он называется csv, comma-separated-values. Ну, на самом деле, существует примерно бесконечное количество разных диалектов csv, потому что можно разделять запятыми, можно точками с запятой, можно добавлять кавычки, можно не добавлять кавычки. В общем, там куча всякого есть. Вот, но это такой довольно простой способ сохранить табличные данные, и он очень популярен. Вот, соответственно, мы его сейчас открыли, и вот мы видим тут эту табличку. Ну, и давайте посмотрим, чего здесь есть. Значит, во-первых, он нам открыл дату в виде, значит, тоже столбца, который состоит из факторов, и это, скорее всего, не то, что мы хотим, потому что, скорее всего, мы хотим, чтобы у нас не было бы фактора с 5294 уровнями, скорее всего, мы хотим, чтобы эта дата была бы в каком-то более понятном виде, так, чтобы R мог бы воспринимать ее как дату. Значит, я, честно говоря, даже не помню, как это делается в R. Date, ну, давайте. Значит, у R есть собственный метод, который работает с данными, собственный тип данных. Date. Давайте мы его просто сконвертируем. Date as Date. Date. Значит, вот так можно обращаться к столбцам не только на чтение, но и на запись. Можно еще вопросик? Давайте. Почему-то оно не хочет открываться, хотя вроде бы написали ровно то же самое. Ошибка файл, файл в кавычках RT. Не могу открыть соединение. Сейчас. Вы уверены, что этот файл есть там, где вы его ищите? Ага, я проверила путь. Users, User, Downloads, этот файл. Можете скриншот прислать? Может быть, я что-то смогу там понять. Хорошо, сейчас. Можно быстро еще раз? Вот вы написали date и sDate. Что это означает? Ну, вот это sDate, оно превращает, значит, всякие вот эти функции, которые начинаются с s, это функции, которые конвертируют один тип данных в другой. В данном случае у меня был столбец, который имел тип данных factor. После того, как я сделал вот этот read, если я посмотрю сейчас на, как это называется, type, класс, нет, класс, по-моему, здесь называется, date, date, я вижу, что это factor. И это означает, что R воспринимает этот столбец просто как набор, никак не связанный с другим значением различных. Соответственно, я бы хотел, чтобы R все-таки понимал бы, что в этом столбце лежат какие-то даты, и для этого я делаю вот это конвертирование. То есть то, что мне пишет character, это просто типа какой-то другой тип данных? Это другой тип данных. Character – это строки. А можно спросить, как выяснить, какие именно столбцы не читаются? А что значит не читаются? Ну, видимо, читаются только цифры. Ну, когда у нас был фактор, у нас все было некрасиво, когда мы все перевели в что-то другое, в даты или в цифры, все стало красиво. А получается, что нам нужно все факторы и строки исправить. Ну, можно, видимо, пройтись по каждому столбцу, но это будет долго. А есть какой-нибудь способ вызвать сразу расширение всех столбцов? Ну, просто чтобы сразу посмотреть, какие нужно перевести в даты. Да, я думаю, что есть. Но, значит, если вы хотите посмотреть… Сейчас, значит, чего мы хотим? Вы хотите, на самом деле, понять, как устроены… Вы хотите выбрать все столбцы, которые имеют заданный тип, да? Что-то в таком стиле. Ну, да. Которые, точнее, не имеют два заданных типа на самом деле. Сейчас. Значит, я не помню точно, как это делается. Давайте попробую быстро посмотреть. Значит, допустим, select the column, so give him class R. Сейчас. Продолжение следует... В R есть куча функций, которые занимаются тем, что применяют какую-то функцию к какому-то типу данных, ко всем элементам какого-то типа данных. Видимо, можно было бы сделать вот так, получить вектор, в котором написано какой объект, а дальше можно было бы сделать как-нибудь вот так. Ну да, вот смотрите, вот так можно выбрать, например, все столбцы, которые имеют класс Numeric. Вот, но это немножко хитрая штука. Может быть, проще это было бы делать с помощью других инструментов. Значит, здесь я сделал следующее. Я сначала применил функцию класс ко всем столбцам DataFrame.dat. Значит, от каждого получил класс, потом сравнил этот класс с строчкой Numeric, и дальше, похоже на то, как мы делали выборку из векторов, выбрал нужные мне столбцы. Но, честно говоря, мне кажется, что, как правило, это делается как-то проще. Хорошо, спасибо. Мне кажется, проще это вручную сделать. Так. Можете, пожалуйста, повторить, что вы еще раз делали? Вот supply. Значит, ну, это некоторая магия. Значит, во-первых, что делает sApply? Он применяет вот эту функцию к каждому элементу вот этой штуки. В данном случае под элементами подразумеваются столбцы. То есть я таким образом получил вектор, который состоит из названий, как бы из типов этих столбцов. Значит, это, на самом деле, даже получился не просто вектор, а именованный вектор. Видите, здесь у каждой штуки есть имя. А потом я использовал синтаксис, похожий на то, что было выше, когда мы из вектора выбирали какие-то элементы, которые удовлетворяют данным требованиям. И выбрал среди всех столбцов те столбцы, которые являются нюмерикой. Ну, я говорю, может быть, это можно будет сделать проще с помощью там какого-нибудь допулыра. Но когда-нибудь мы до этого, может быть, дойдем, я расскажу поподробнее. Так, сейчас. Анна, смотрю на ваши скриншоты, пока я не вижу сообщения об ошибке. Кажется, вы скинули мне... А, сейчас вижу. Да, мы скинем один просто. Так. Не в ту сторону смотрел. Теперь смотрю в ту сторону. Так, значит, у вас C users, user downloads. Я не уверен, что под Windows есть вот эта тильдочка. Напишите здесь полностью путь, начиная с C. А, хорошо. Просто под Unix'овыми системами, под Mac'ом и под Linux'ом тильда обозначает свой текущий каталог. А под Windows, по-моему, такого нет. У меня есть немного странный вопрос. Почему иногда, чтобы нам табличка нарисовалась, нам нужно прописывать отдельно просто дат? А иногда она сама рисуется. Ну, вот конкретно, вот 215-я строчка у вас. Вы же не запросили просто, чтобы он нарисовал? Ну, как, смотрите. Ну, как, смотрите, что произошло здесь? Вот у меня вот эта вот штука, это некоторый запрос к моей табличке. Значит, ну, вот на самом деле я мог бы сделать как-нибудь вот так. Давайте, может быть, так будет чуть-чуть более понятно. Значит, допустим, я хочу посмотреть вот на какие-то конкретные столбцы этой таблички. Значит, вот что я здесь делаю? Я говорю, что вот у меня есть табличка дат, и я из нее выбираю столбцы. Возвращается новая табличка. Поскольку она просто вернулась, и я не присвоил ее никакой переменной, то как бы результатом вычисления вот этого выражения является таблица. Эта таблица автоматически отображается точно так же, как отображаются результаты арифметических операций. Вот, и если бы я, допустим, если я делаю что-нибудь другое, например, я делаю вот такую штуку, вот здесь происходит присваивание. Я присваиваю что-то чему-то, и результат вот этого выражения, как бы вот всего этой строчки, он как бы не имеет никакого значения. Поэтому он ничего не отображает. Вот здесь вот я как бы прошу отобразить более-менее в явной форме эту табличку. Опять же, результатом выполнения вот этого выражения является табличка, и поэтому он ее отображает. Окей, спасибо. Юпитер ведет себя, кстати, ровно таким же образом. Заметим, что когда я сделал вот такую вещь, или вот такую, или вот такую, с самой табличкой ничего не произошло. Я создал новую табличку, которая имеет вот только нужные мне столбцы. Вот. Хорошо, ну давайте посмотрим, чего еще можно делать с этой табличкой. Значит, пока что мы сконвертировали один столбец. Ну вот, конвертировали, конвертировали, да не деконвертировали. Еще раз нужно запустить эти ячейки. Вот. Ну давайте что-нибудь мы с этой табличкой поделаем. Во-первых, мы уже знаем, как обращаться к отдельному столбцу, мы знаем, как обращаться к нескольким столбцам. Значит, может возникнуть задача обратиться к какой-то строчке. Значит, можно делать это таким образом. Значит, вот так можно получить первую строчку. Или вторую строчку. Обратите внимание на запятую. Если этой запятой нет, то он считает, что это вы обращаетесь, соответственно, к первому или второму столбцу. А если запятая есть, он понимает, что вот эта штука, это на самом деле индекс, который идет, ну как бы вот у вас есть, ну как матрица вы записываете, да, у вас есть, а это житый элемент. Это это номер строчки, житый это номер столбца. И здесь то же самое. Запятая показывает, что вот эта штука, это именно номер строки. Ну, соответственно, дальше можно как-нибудь комбинировать. Например, вот так я из второй строки вытащил date. Получил просто конкретный элемент. Или, допустим, open. Вот. Чего еще можно сделать? Различие между количеством скобочек, типа точно так же, как в питании? Одно и то же? Ну, в смысле, вот такую штуку вы имеете в виду какую-нибудь? Не-не-не, перед open тоже. Ну, то, что можно одну скобочек вставить, а можно две. А, кавычки. Кавычки, да. А, кавычки, кавычки. Без разницы. По-моему, без разницы. Может быть, есть какие-то тонкие отличия, но я, честно говоря, не помню уже. Мне всегда казалось, что в VAR тоже без разницы. Вот. Вот. Хорошо. Значит, чего еще можно сделать хорошего с нашими табличками? Ну, давайте выберем какие-нибудь строчки по условию. Значит, вот у меня есть, допустим, строчки с данными, и, например, меня интересует только, скажем, только 2000 год. Значит, как это можно сделать? Мне нужно для начала понять, как из вот этой даты получить год. Наверняка есть для этого какая-нибудь функция. Get your from date r. Extract your from date. Нет, это я так умею. Ну, хорошо, я так тоже умею. Ну, хорошо. Допустим, мы сделаем такую штуку. Смотрите. Значит, данные, значит, даты можно по-разному форматировать. И давайте я просто скажу так. Значит, вот у меня есть… Значит, я хочу сформатировать эту дату. Ну, вы знаете, что даты можно записывать в разных видах. Вот, например, можно так, а можно как-нибудь… Можно наоборот, допустим, день, месяц, год. Соответственно, и когда у вас есть дата, про которую компьютер понимает, что действительно дата, у вас, как правило, есть какой-то способ, как эту дату записывать в разных видах. Ну, вот, в частности, можно просто попросить его вытащить год из нашей даты. И теперь, например, я хочу выделить те строчки, в которых этот год 2000. В этом месте я всегда ошибаюсь. Знаете, почему? Точнее, не почему я ошибаюсь, а в чем состоит ошибка? Может, точку надо было после дат? Самая-самая левая. Нет, значит, синтаксис очень похож на выбор из вектора по условию, но только в данном случае я выбираю не из вектора, а из дата фрейма. Вот это условие, условие написано корректно. Можно проверить, что она действительно возвращает штуку, которая состоит из true и false. И поэтому, в общем, было бы логично, если бы это сработало бы. Но оно не сработало. Почему? Потому что я забыл запятую. Это элемент не строка? Да. Я забыл запятую, которая бы показывала, что вот это условие нужно применять именно к строчкам. Что я хочу выбрать не столбцы, которые удовлетворяют этому условию, а строчки, которые удовлетворяют этому условию. Ну вот, пожалуйста, выбрали. Значит, теперь у нас есть строчки, которые удовлетворяют условия, что они относятся к 2000 году. Ну, давайте что-нибудь сделаем. Давайте, например... Что бы такого сделать веселенького? Давайте посмотрим, как... Чекунь-чекунь, можно? Да, давайте. Игрек, что такое? Вот этот игрек, это просто штука, которая показывает, что в этом месте должен стоять год. Вот в этих форматах, с помощью которых можно форматировать дату, есть некое специальное обозначение, которое показывает, что вот в этом месте должен стоять, например, месяц. Ну вот я могу его... Я могу сделать что-то очень странное. Например, сделать вот такой формат даты, в который месяц будет продублирован три раза. Смысла в этом никакого нет. Но вот видите, как оно делает? Значит, просто вот эта штука говорит, что в этом месте нужно поставить год, вот эта штука говорит, что в этом месте нужно поставить месяц, а эта штука говорит, что в этом месте нужно поставить день. А остальные переменные... Остальные, так сказать, просто обычные строчки интерпретируются как обычные строчки. вот давайте что-нибудь сделаем веселенько но давайте например вот что посмотрим давайте посмотрим как такого сделать как следующий посмотрим на разность значит как следующий зависел от предыдущего но не зависел а как насколько сильно различие было у следующего по сравнению с предыдущим днем значит как бы так сделать это просто сделать возможно что для этого есть какой стандартный метод но можно сделать вот так смотрите значит допустим я хочу просто выбрать ну давайте возьму какой-нибудь конкретный столбец скажем open давайте я пока что уберу этот эту фильтрацию давайте буду работать целиком это фреймом возьму например open и сделаю с ним такую штуку если я хочу посмотреть на разность между текущим днем и следующим днем как это сделать вот я хочу сделать так я хочу во первых выкинуть последний элемент из моего вот этого дата open и это можно сделать видимо вот так а теперь я хочу вычесть допустим из следующего предыдущий то есть я хочу теперь выкинуть первый элемент и сделать вот так вот получились у меня разности ну давайте мы эту штуку куда-нибудь запишем допустим open div не хочет потому что он говорит что размер того куда мы его хотим размер того что мы хотим записать слишком короткий у нас получилось на один элемент меньше ну и ладно давайте мы допишем сюда иные например в конец значит иные это специальное обозначение для отсутствующего значения на той либо ну вот она вот они те самые наши разности появились вот чего еще хотите сделать с этой табличкой еще раз разница какая здесь получилась разная вот сейчас у меня здесь написано разность между текущим днем и следующим днем ну а давайте посмотрим значит если я что у меня был open и open div значит вот было 0 936 потом увеличилось это прибавилось 0 0 3 получилось 0 966 потом убавилась на 0 0 4 получилось 0 926 и так далее а почему он без not available не будет работать потому что когда мы считали вот эти разности поскольку это раз между текущим днем и следующим таких разностей на 1 меньше чем количество исходное количество дней поэтому вот в изначально форма когда я написал без этого я пытался присвоить значит я пытался записать в табличку который имеет определенную длину столбец который имеет длину на единицу меньше естественно ничего не получалось вот ну что можно сделать давайте какие-нибудь какие-нибудь штуки посчитаем допустим вот я хочу взять и посчитать среднее допустим среднюю цену открытия ну это просто считается вот так вот вам средняя допустим стандартное отклонение значит такое стандартное отклонение даже если нет не страшно вот чем такого рассказать веселенького дать картинку и построим значит ну вот таким вот образом она строит картинку просто рисуя маленький кружочек в каждой точке первый аргумент это как бы иксовые координата второе аргумент это игрековые координаты но вот если мы хотим не не точечки чтобы она рисовала чтобы нарисовала кривую нужно сейчас а как интересно с помощью плот это сделать можно и с помощью с помощью плот ну вот пожалуйста кривую она уже сама подписывает оси не самым симпатичным образом но подписывает это так называемый базовый способ рисовать картинки из базового ар есть библиотечка дуджи плот с помощью которой это может делать посимпатичнее но это может как-нибудь попозже обсудим извините пожалуйста а можно я ставлю тоже такой вот плот дальше все как вас но он не пишет ошибку что в плот нужны конечные значения можете показать скриншот да конечно а вот колебания как выглядели интересно чем мне нравится может пытается нарисовать его значит он может пытаться рисовать плот вот тут но с другой стороны по идее если он работает в режиме арноутбук он не должен их там пытаться рисовать надежда смотрите у меня два предложения первое предложение это проверить что у вас типа данных тип данных дейт у вас действительно дата значит можно сделать например так здесь должна быть написано дэйт не там character character тогда нужно вернуться вернуться туда где мы это меняли и это пофиксить вот вот это строчка нужно выполнить ну или другой вариант можно не там эту строчку выполнять а наоборот вот здесь сделать вот так хорошо но смотрите значит что ты вам рассказал такое не знаю рассказал ли абсолютно что вам понадобится в ближайшие в ближайшее время но по камере какие-то базовые вещи вроде бы рассказал значит есть ли у вас еще какие-нибудь вопросы на эту тему можно еще из общих вопросов удар в студию работаем а также скачет r-консоль это что такое для чего это не смотрите по идее вы должны были поставить две штуки арт-студию и сам по себе артур артур это собственно говоря из-за программирования а р-студия просто к нему интерфейс он к нему просто обращается арт-консоль это способ запускать артур ну это такое очень сейчас не совсем понимаю как какой именно какой именно консоль идет речь если в арт-студию есть вот здесь вот консолька есть в которой на самом деле все и запускается если есть еще какая-то программа под названием арт-консоль я честно говоря не знаю в принципе в самом ария входит какой-то какой-то очень простой гуи графический интерфейс который по-моему так называется арт-гуи вот но нам нас в любом случае сейчас будет интересовать только арт-студия я так думаю скажите пожалуйста вот например я написал программу все супер хочу ее скачать какое расширение у арт-гуида куда вы можете вы можете просто сохранить значит вот если вы делаете это в виде арт-ноутбука то вам просто сохраняете как файл с решением rmd ну вот допустим интер ар да и дальше он будет знать что это формат именно этот арт-маркдаун арт-совстроен маркдаун окей а оно умеет сохранять какие-то более читаемые форматы ну вот например я напишу там какую-нибудь домашку решу ее сдать и понятно что смотрите да значит вот из этого rmd это как бы исходник и из него можно сделать файл разных форматов ну например самое простое это сделать вот такую штуку значит книг .html и когда вы на эту штуку нажимаете он выполняет все строчки сверху вниз и на выходе генерирует если все хорошо на выходе генерирует html вот она здесь появляется в при просмотре и дальше ее можно сохранить вот она видите дальше ее можно тоже сохранить ну на самом деле она уже сохранилась туда где вы работаете то есть вот туда где у вас было тот самый working directory ваш он туда уже его сохранил там есть эта html если немножко повозиться то можно и значит с этим всегда были какие-то проблемы если вы используете кириллицу но в принципе можно попробовать получить pdf который делается с помощью теха но для этого у вас должен быть установлен тех ну вот посмотрим ну да конечно конечно не работает конечно юникод конечно в 2021 году он не работает потому что потому что нет бывают не только латинские символы бывают другие символы где-то наверное можно настроить сейчас ну интересно могу я сделать так чтобы он мне бы pdf нормально генерировал а да я вспомнил как это делается нужно для этого нужно чтобы был установлен тех как минимум ну-ка дайте попробую хочу получить красивую pdf посмотрим о скомпилировалась кажется даже что-то здесь отображается да но чтобы отображалась кириллица нужно еще будет повозиться короче можно можно заставить выдать нормальную pdf нужно немножко повозиться чем-то вот что вы сделали чтобы pdf он делал значит я сделал я вот эту вот штуку добавил output pdf документ лотех энджин excel тех еще нужно что-то сделать чтобы он нормально работал был с кириллиц и там нужно какие-то шрифты подключить короче какое-то заклинание нужно написать еще но не знаю как это делается сходу вот хорошо смотрите я могу еще сказать пару слов по поводу таких чисто программистских вещей значит в принципе с точки зрения базового программирования are очень похож на любой другой язык программирования такого типа например есть цикл for который работает очень похоже на на то что происходит в питании только нужно скобок большему вот пожалуйста я перебрал элементы из вектора вот такого и каждый из них напечатал значит тут добавляются вот такие фигурные скобки которые как раз показывают начало блока конец блока и но все остальное выглядит очень похоже на то что было в питоне аналогично есть какой-нибудь и в которой работает тоже примерно так же допустим их равняется 10 print вот ну в общем как то вот так вот я думаю что на сегодня можно закончить а если у вас будут еще вопросы про арт не стесняйтесь обращаться можно будет еще какую-нибудь консультацию провести спасибо большое до свидания а если вы еще не уходите ли я можно задать вопрос по графике давайте давайте можно как-то задавать ограничения по иксу то у вас был какой-то здесь график в общем что я имею ввиду чтобы он рисовал график условно говоря только при икс но например от 2000 года можно ну смотрите это можно сделать по-разному например вы можете просто отфильтровать свои данные таким образом сейчас куда я дел график ну смотрите во первых мы могли бы сказать что-нибудь в таком роде допустим интересно кстати вот так сработает или нет допустим 2000 50101 да сработал вот например и я сделал выборку и по этой выборке построил новый график например так то есть вы как бы создали новый тип данных датшорт уже ну да я создал новый датафрейм новый датафрейм который получается из старого датафрейма путем выделения только тех ячей которые мне нужны только тех строчек точнее а как он понял то что именно меньше 2000 я сказал меньше 2005 но можно сделать например вот так допустим сейчас 12 31 вот будет вам только только двухтысячный год ладно спасибо если что вам можно все так же писать типов слайк например пишите налогили в телегу спасибо 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 все добро так ну что все закончились вопросы пожалуйста спасибо что really и